Вы знаете, что мы давно планировали построить эти объекты, но, естественно, это приличные затраты. Понятно, что такие деньги всегда находятся с трудом, поскольку ни один частник, думаю, за эти объекты не возьмется, а с государственного бюджета деньги вы знаете, куда идут. Но я в свое время попросил президента Китая Си Цзиньпина, чтобы он помог нам в строительстве этих объектов. Надо сказать, что я обращался, и не только я, не только к Китайской Народной Республике, но и к другим странам. Но там денег не нашлось или желания, а Китайская Народная Республика и руководитель, председатель КНР отозвались, И вы знаете, что совсем недавно, во время моего последнего визита в Китай, Си Цзиньпинь придемонстрировал всем нам макеты этих объектов. Подчеркнув, строительство таких спортивных объектов в Минске в рамках сотрудничества Белоруссии и Китая является беспрецедентным и должно стать примером для других проектов, которые планируется реализовать в будущем. Для нас очень важно создать все необходимые условия, чтобы построить бассейн и стадион в кратчайшие сроки, на должном уровне и по международным стандартам. Я просил подготовить проекты указу с упором на это, чтобы мы, получив бесплатные деньги, еще не волокители китайцев там, это они будут строить этот объект, конечно, из наших материалов, наши люди будут там работать в основном, но чтобы китайцам не было жалоб, что у нас там какие-то, как обычно, непонятные стандарты, которые остались, наверное, не то, что от советских времен, наверное, до революции еще по некоторым стандартам строили, но об этом я уже предупреждал и министра, и премьер-министра о том, что должны быть введены европейские стандарты, оставить надо только там, где мы видим, что наши стандарты не хуже, но здесь мы будем строить по международным стандартам. Китайская сторона готова начать строительство в первой половине следующего года. Готова и начнет, Николай Геннадьевич, в наших же интересах обеспечить безупречное выполнение договоренностей с китайской стороной. Поэтому я и говорю, начнет, потому что это зависит сегодня только от нас. От ответственных должностных лиц я хочу услышать ответы на следующие вопросы. Они касаются как раз начала строительства вовремя. Первое. Как идет подготовка строительных площадок. То есть мы должны подготовить то место, где будут возведены эти объекты, и передать китайской стороне для строительства. Но я знаю, что есть проблемы по грунтам, особенно в районе строительства плавательного бассейна. И есть проблемы. Но это, наверное, не проблемы, это рабочие моменты, но их надо решать по размещению национального стадиона. Имеется в виду тоже площадка. Смотрите, деревья, чтобы там не рубили лишнее. Хотя я, конечно, понимаю, там много деревьев уже старых, и все равно надо было меняться. Поэтому понятно, что если мы вырубаем 10-20 деревьев, то мы должны вместо этого высадить деревья рядом или в других местах, там, где это надо. Порядок определен. Второй вопрос. Вы предлагаете, чтобы за стройки отвечали Центр подготовки по водным видам спорта, Республиканский центр, и Национальный стадион «Динамо» по профилю. У меня сомнения и вопрос. Почему мы отдаем на эти предприятия, скажем так, на эти организации, эти стройки? Настороженность. Не хотят ли министры и начальники большие на чьи-то плечи сбросить ответственность? И самое главное, справится ли стадион «Динамо» с контрольными функциями по возведению Национального стадиона футбольного? И справится ли Республиканский центр по водным видам с возведением плавательного бассейна международного стандарта? Смогут ли они обеспечить инженерно-техническое и юридическое сопровождение и эксплуатацию объектов на высоком уровне? Третье. Бассейн и стадион будут построены к 23-му году, Николай Геннадьевич. К 23-му году. Это не за горами. Уже сегодня необходимо планировать и прорабатывать проведение соответствующих международных соревнований высшего уровня на этих объектах. Ну, кстати, это будет и подстегивать строителей и всех начальников вовремя закончить эти стройки. Стадион и плавательный бассейн мы будем строить. Они нам очень нужны, потому что это не государство, которое не имеет таких национальных объектов. Футбол – это народный вид спорта, вид спорта номер один в нашей стране. Им занимаются больше всего людей, начиная с маленькой деревеньки и заканчивая столицей. И не иметь стадиона, футбольного стадиона, чисто футбольного, национального, где будет выступать национальная сборная, где будут играть лучшие наши клубы, где будут проводиться матчи международного уровня – это не гоже. Надо иметь такой стадион. Ну и плавательный бассейн. Надо понимать, что плавание – это медалиемкий вид. На Олимпийских играх, наверное, легкое атлетическое плавание имеют больше всего комплектов наград, разыгрываются. Поэтому, естественно, школа у нас неплохая, надо готовиться. Ну, откровенно сказать, в футбол мы играть не умеем, плавать разучились. Но это отдельный разговор у меня будет с профильными министрами и другими спортивными организациями в нашей стране.